всех приветствую наверное нетрудно догадаться что название тартар имеет отношение к татарам а точнее к татарии так в древние времена европейцы называли территорию северной азии и сибири где проживали разные кочевые народы в том числе и татаро-монголы завоевывали русские степи они верхом на лошадях и из провизии брали с собой сырое или сушеное мясо и чтобы его сохранить и размягчить его нарезали тонкими пластинами солили и клали под седло коровы и бараны не могли так быстро передвигаться как кони поэтому мясо в походах на протяжении веков было именно кониной лошади погибали в бою или их загоняли до смерти вот вам и мясо вполне себе логистически отличное решение ну а так как конина мясо довольно жесткая то его мелко рубили и смешивали с простоквашей или молоком которые везли с собой в бурдюках в 1651 году инженеры картограф гийон левасер дебоплан своей работе описание украины упоминает похожую технологию но уже у запорожских казаков тонко нарезанное филе кальнины солят помещают под седло на пару часов потом очищают от соли и крови переворачивают и ту же процедуру на другой стороне и потом его либо отщипывают либо смешивают какими-то другими продуктами в 17 веке мода на потребление сырого мяса пришла в европу из россии точнее в немецкий гамбург где русские моряки основали свою общину так и появилось название биштекс по гамбургски и гамбург будучи портовым городом конечно способствовал распространению этого блюда во все города европы ну а иммигранты из германии привезли рецепты в северную америку где начали подавать в ресторанах уже американский стейк по-гамбургски и к концу 19 века стейк гамбургер был распространен в меню многих ресторанах нью-йоркской гавани и начал появляться в американских кулинарных книгах в основе рецепта лежала рубленая говядина иногда подкопченная которая подавалась в сыром виде с панировочными сухарями луком и яйцом и вот что интересно несмотря на то что рецепт тартара пришел в европу и америку из россии я перерыл кучу старинных кулинарных книг но рецепта тартара я не нашел я нашел только рецепт соуса тартар ну может быть он как-то по-другому называется если вы находили и знаете то обязательно пишите в комментариях единственное косвенное упоминание о том что на руси еле блюдо похоже на стейк тартар есть в романе жюль верно 1875 года мишель строгов в романе он упоминает некий рецепт паштета или кулебяки из рубленого мяса и яиц но надо понимать что он не был особым кулинаром поэтому мог бы и не разобраться но тем не менее считается что именно это описание стало одним из возможных успехов стейка тартара во франции во всяком случае стейк тартар стал обязательным знаменитом ресторане жюль верн который находится в париже на эфелевой башни ну а почему это блюдо так и не прижилось в русской кухне пусть гадают историки кулинарии а что же канина в середине 17 века христианский рим вложил табу на гипофагию придав анафибе языческие народы севера которые потребляли канину тем не менее французские короли как-то ослушались ватикан и наполеон 3 официально разрешил продажу камины в 1866 году первая мясная лавка которая открылась в париже сразу же добилась большого успеха и возможно разрешение потребления канины было не совсем плохое потому что во время первой мировой войны с участием большого количества конец разрешение на потребление камины стало серьезным подспорьем для воинов американцы участвующие войне распространили на территории бельгии и фландрии так называемый американский стейк кстати до сих пор его в основном готовят из канины из америки было завезено много лошадей для кавалерии и что-то с этими лошадьми нужно было делать после войны и таким образом они оказались на тарелках в двадцатые годы прошлого века самая ранняя запись о блюде из сырого мяса с яйцом была опубликована в книге о здоровом питании в 1889 году швейцарским шеф-поваром жозефом фавром и называлось блюдо бистек а-ля тюрк то есть тюркский стейк в этом рецепте говяжий фарш приправляли солью перцем луком шалотом украшали каперсами фаршированными оливками зеленым луком смесью соленых огурцов и филе анчоусов и покрывали сырым яйцом интересно если вы заметили то этот рецепт имеет маркировку русская кухня ну наверное потому что в эту эпоху туркестан был частью российской империи ну а первое определение именно стейка тартара мы находим в кулинарном путеводителе эскафье 1903 года в котором стейк аля тартар определяется как вариант стейка в американском стиле приготовленный без желтка и подаваемый соусом тартар при том что четкой связи между стейком тартар и соусом тартар так и не прослеживается со временем различия между стейком по-американски и стейком тартар стираются и остается название просто тартар единственное что можно сказать что в кулинарных книгах название соус тартар появилась раньше чем сам стейк тартар и его стали добавлять в рубленное сырое мясо а вот уже в первом издании 1938 года знаменитого ля русс гастрономик стейк тартар упоминается уже без соуса тартар и описывается как сырой говяжий фарш с яичным желтком с добавлением кетчупа вустровского соуса и табаско но всю эту запутанную историю стейк и тартар рушат итальянцы в кулинарной книге 1650 года итальянского шеф-повара доминика рамоли мы находим рецепт антипасты которая называется тартара дикарны то есть тартар говядины звучит он так возьмите немного хорошей говядины и измельчите ее острым ножом приправьте ее солью и перцем заправьте маслом уксусом и лимонным соком все хорошо перемешайте и выложите на тарелку также в блюда можно добавить каперсы лук и петрушку подавайте как антипасту перед другими блюдами ну а вечном кулинарном соперничестве между французами и бельгийцами бельгийцы конечно считают стейк тартар который подают с жареной картошкой и соусом тартар своим исконным блюдом хотя это блюдо немецкое ну или американское хотя первый стейк тартар приготовили итальянцы вот такая вот запутанная история после окончания второй мировой войны постепенного налаживания мирной жизни стали открываться новые рестораны и кулинары активно ухватились за идею использования сырых продуктов в своих рецептах увидев в этом огромное пространство для творчества они стали экспериментировать с разными сырыми продуктами мясом дищу рыбы морепродуктами смешивая с разными ингредиентами и конечно соусами американцы добавляли свой любимый кетчуп и вустровский соус итальянцы пармезан бальзамический уксус анчоусы вяленые помидоры вместо петрушки клали базилик у корейцев есть блюдо югхэ что означает сырое мясо его тоже подают с сырым яичным желтком а мясо маринуют в соевом соусе кунжутном масле и добавляют пасту чили японцы с сакэ с соевым соусом и конечно васаби и подают с рисом в эфиопии едят кифто из сырой говядины нарезанный ножом приправленный порошком чили и покрытый топленым маслом ну а кроме классических вариантов повара конечно придумывает свои собственные совершенно уникальные сочетания которые просто иногда поражают ну конечно в хорошем смысле слова я изначально планировал приготовить в этом ролике три варианта тартара то есть один мясной один рыбный и один овощной но ролик как видите получается уже длинный и занудный поэтому я в этом ролике остановлюсь только на мясном тартаре ну а рыбный овощной сделаю следующим и приготовлю два варианта один а-ля бельгийский французский классический и один а-ля итальянский соответственно я взял два куска мяса у меня просто два разных стейка я даже не помню из чего сейчас в ресторанах конечно наиболее популярное мясо для стейка тартар это говяжья вырезка она постная в ней нет никаких сухожилий нету жира потому что жир как раз стейки тартар нам совсем не нужен поэтому стейк с прожилками тоже нежелателен и с ней очень удобно работать но вкус у вырезки все-таки менее выраженный чем у мяса которое находится рядом с костью поэтому может быть оно конечно и пожестче но я все-таки предпочитаю делать стейк тартар из мяса которое предназначено для стейков в принципе любое подойдет главное чтобы оно не было очень жирное но тут конечно придется повозиться чтобы вырезать все лишнее то есть при выборе мяса я бы сказал что любая говядина и любая ее часть которую можно использовать как стейк годится для стейка тартар и мясо для тартара нам нужно нарубить на кубики где-то размером пол сантиметра но может быть чуть меньше больше зависит от вашего вкуса и ни в коем случае не проворачивать дело в том что если мы прокручиваем мясо в фарш то мясо теряет текстуру соответственно вкус но самое главное в него начинают легко проникать все наши ингредиенты специи кислота и мясо начинает готовиться а смысл тартара в том что мясо должно остаться свежим и неизменным и чтобы легче было его нарезать я его поставлю где-то минут 15 в морозилку пусть она чуть-чуть подморозится конечно в отличие от вырезки нам придется здесь удалить кучу всяких прожилок нам нужно абсолютно постный вариант и конечно никакие прожилки сухожилия ни в коем случае не должны наш тартар попасть поэтому очень аккуратно все нужно обрезать вот этот кусок оказался очень волокнистым пришлось его изрубить фарш пленок много ничего страшного нет ну вот две мисочки с рубленым мясом у меня получилось где-то по 150 граммов это такая классическая порция и сегодня праздник гурмана у моего филя фелька иди сюда иди сюда маленький давай так он у меня небольшой любитель сырого мяса он больше по котлеткам в отличие от меня я как раз очень тартар и сырое мясо люблю мясо немного приправлю соль перец хотя каперса у меня соленые но я буквально чуть-чуть пусть она чуть-чуть просолится и перец я обычно использую смесь перцев у меня розовые зеленые и черные ну можно просто черные мне так вкуснее и теперь обязательно это оливковое масло ну можно какое-то другое но лучше всего оливковое почему оливковое масло оливковое масло защитит наше мясо его поверхность от проникновения всех других вкусов то есть кислоты от наших специй и так далее о чем мы уже говорили более того она еще не заветрится пока будет лежать ждать своего часа и теперь пока мы будем подготавливать другие ингредиенты мясо нужно обязательно поставить в холодильник температура не выше пяти градусов мясо это очень чувствительный к температуре продукт теперь я все нарежу видите я заранее не давал список ингредиентов потому что я хочу сначала все подготовить и потом для каждого варианта уже все разложу сразу все будет понятно и все кроме мяса мы нарезаем кубиком значительно меньшим чем мясо потому что все сопутствующие наши вот эти вот продукты они чувствоваться отдельного не должны поэтому режем все маленьким-маленьким кубиком корнишоны каперсы вяленые томаты опять же из моих заготовок по ссылке есть ролик лук я взял красный сладкий лук ялтинский полагается брать как я уже говорил белый или шалот но мне вот этот вот больше нравится и тоже очень маленьким кубиком неудобство в том что его как классический лук шалот или обычный желтый этими приемами не нарежешь поэтому его придется просто нарубить петрушка я буду использовать исключительно стебли потому что они более ароматные хотя положено конечно рубить именно листочки но у меня стебли единственное чтобы они не были жесткими не чувствовались их нужно рубить конечно очень мелко буквально миллиметровыми такими штучками нарублю и у меня еще пармезан который я нарежу просто лепестками экономкой прям крупно хочу чтобы в итальянском варианте пармезан прям чувствовался и приготовлю чипсы из пармезана для подачи очень просто бумажку натру пармезан остатки бумажки сейчас все это распределим бумажку сверху прижму такой же штукой и спечь на 180 минут на 10 для классического бельгийского варианта приготовлю майонез сейчас мокрую тряпочку подложу чтобы не дергалась самый обычный майонез горчицу но у меня горчица зерновая чуть-чуть сладкая мне она больше нравится чуть-чуть соли перец немного яблочного уксуса желток все это перемешаю и теперь как обычно маленькой струйкой добавляем масло при том что масло ни в коем случае конечно не оливковое потому что оливковое для майонеза не годится можно взять растительное но вот у меня лучше у меня масло из виноградных косточек это идеальный вариант пробуем отлично что может быть лучше майонеза на виноградном масле я его сейчас в стеклянную мисочку переложу и для сборки тартаров все готово но остался еще один маленький штрих нужно приготовить гарнир для бельгийского варианта это конечно жареная картошка почищу картошку картошку я буду делать фри но не совсем обычную не классическую бельгийскую который я уже готовил в четыре этапа если вам интересно то у меня на канале есть ролик про бельгийские мидии там как раз все эти этапы рассказано все будет значительно проще и быстрее но интересно теперь при помощи мандолина я сделаю очень тонкие такие вот кусочки и нарежу тонкой лапшой и в холодную воду оставлю минут на десять пусть максимально крахмал весь уйдет картошку солью и сколько крахмала осталось чем мельче ты режешь тем лучше крахмал выходит ну и промою ее конечно положу сейчас ее немножко обсушу иначе просто брызгаться будет сильно фритюр на 200 он остынет до 180 до 170 когда мы картошку положим кстати фритюр у меня отличный потому что я всегда собираю все жиры у меня здесь и утины и говяжий в общем потрясающая совершенно вкусная ароматная штука собственно говоря как и бельгийцы готовят правда не готовят только на говяжьем но вот у меня вот такая вот смесь закидываю картошку все наверно нет половину вот почему картошку перед фритюром всегда нужно хорошо высушивать иначе весь будешь в масле буквально две-три минуты и будет готово чуть-чуть я первую партию пережарил очень быстро она жарится просто не успеваешь но все равно она ужасно вкусная главное хрустящая чуть-чуть соли перетрясем все идеально картошка класс готова итак вариант 1 классический франко-бельгийский лук каперсы петрушка корнишоны яичный желток майонез табаско и вустарский соус и в принципе мы могли бы все так оставить и подавать и потом уже на тарелке едок сам себе все смешивает и во многих ресторанах так и делают но я так делать не буду мне так не нравится потому что я хочу получить готовое блюдо при том что количество вот этих всех ингредиентов к сожалению сказать невозможно потому что это конечно дело вкуса все чисто интуитивно итак берем наше мясо в мисочку туда же сразу майонез можно было бы сразу каперсы и корнишоны добавить майонез и тогда получился бы соус тартар туда же все остальное лук каперсы петрушку при том что смешиваются ингредиенты как я уже говорил нужно непосредственно перед подачей иначе мы мясо промаринуем и все испортим добавлю несколько капелек табаско и ворчерскер вустарского ненавижу это название соуса тоже буквально несколько капель и все хорошо перемешаем можно попробовать соль перец вот вообще ничего не нужно ну и самая простая подача кольцо выкладываем наше мясо проковыряем дырочку желток нашу картошку сверху поджаренный багет итальянский вариант для него я возьму вяленые томаты лук каперсы нашу стружку пармезана совсем чуть-чуть дижонской горчицы орегано многие используют базилик но мне здесь базилик как-то совсем не к месту кажется и бальзамический крем и для подачи руколу помидорки черри и наши чипсы из пармезаном ну и конечно гренки из чебаты с помидорами и тот же самый процесс мясо в мисочку и все ингредиенты туда же вяленые томаты лук каперсы пармезан горчицу орегано и бальзамический крем но не весь его часть для салата все перемешиваем пробуем руку вот здесь перца маловато тоже горчица здесь чем чуть-чуть надо еще поперчить кольцо выкладываем наш тартар сверху наши чипсы из пармезана выложу рукколу прям так помидорки черри бальзамический соус оливковое масло соль перец и пару щебат можно посыпать еще и стружкой из пармезана ну вот такие вот два варианта стейка тартара у меня получились довольно просто но поверьте ужасно вкусно если у вас есть какие-то свои идеи или оригинальные рецепты стейка тартаров то конечно я жду вас в своем телеграме с вашими комментариями конечно замечаниями и рецептами всем приятного аппетита и до следующего ролика который скорее всего я посвящу тоже тартару но уже из рыбы и овощей как я говорил